Программа реновации жилья может дойти до Рязани. На днях вице-премьер Хуснулин, ранее возглавлявший строительный комплекс Москвы, заявил о необходимости распространения программы реновации на всю страну. В контексте столичной программы реновации речь идет в основном о сносе, а не о ремонте или реконструкции жилых объектов, за исключением тех, что представляют собой культурное и историческое наследие. По сути, реновация жилья – это снос хрущевок с последующей постройкой новых домов и переселением в них жителей пятиэтажек. При ответе на вопрос, что такое реновация жилья, также стоит отметить несколько важных моментов. При переезде жителям хрущевок предоставляется равнозначное жилье. Это значит, что новая квартира по своей площади, числу комнат и району расположения будет такая же, как старая или даже лучше. Предполагается, что кухня, прихожая, коридор и санузел будут значительно просторнее, чем в хрущевках. Программа реновации подразумевает возведение объектов социальной инфраструктуры и развитие транспортной сети. В кварталах реновации площадь зеленых насаждений по проекту сохраняется либо увеличивается. В программу входит создание парков, современных спортивных и детских площадок. В столице проекты новых кварталов разрабатываются с участием лучших российских и мировых архитекторов, специалистов в области дизайна городской среды, урбанистики и транспорта. Однако, как покажет себя программа реновации в Рязани, пока не ясно, как и то, действительно ли она дойдет до нашего города. К тому же, среди старых пятиэтажек в Рязани можно найти довольно интересные постройки. С одной стороны, они не являются объектами культурного наследия, с другой – сильно выделяются на фоне серых хрущевок. Этот розовый дом был отремонтирован летом прошлого года. Здесь производился капитальный ремонт фасада здания. Новый цвет для дома подбирали сами жители. Кому-то он пришелся по вкусу, другие остались не в восторге. И почему розовый-то? Ну, так им понравилось, наверное, не знаю. Мне, например, не нравится такой розовый цвет. Несмотря на то, что такие яркие дома многим рязанцам все же нравятся, некоторые пятиэтажки действительно отслужили свой ресурс. В редакцию нашей телекомпании часто поступают жалобы от жителей как раз таких домов. В зданиях существуют проблемы с отоплением, с протечкой крыш, канализацией. Люди сталкиваются и с другими трудностями. Поэтому для многих вопрос реновации жилья является актуальным. Напомним, что 15-летняя программа реновации была объявлена в столице в 2017 году. Она вызвала широкие протесты москвичей. Несмотря на это, вице-премьер Хуснулин отмечает, что эта программа важна, так как жилье стареет, и хотя реновация требует огромных денег, она изменит весь уклад жизни. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».